Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой, и сегодня я хочу рассказать вам о своих покупочках за прошлую и настоящую неделю. Если вам интересно, оставайтесь со мной! Итак, сегодня будут покупочки за последнее время, фикс прайс, заказы с интернета немножко и мелкие такие покупки. Начну с фикс прайса. В фикс прайсе я купила свои любимые вешалки, еще парочку штучек, потому что что-то прибавляется, все, или я не знаю что, но вешалок не хватает, и чем они мне нравятся, что они бархатистые. Две вешалки стоят 50 рублей, мне кажется, это прикольно. Дальше также у одного из блогеров я увидела, она покупала вот такие вот салфеточки, и они мне очень понравились, я никогда ими не пользовалась, я говорю, да, куплю, попробую, мне очень понравились. Они меламиновые, они как ластик работают, вот так вот они выглядят, как губочка. Ее мочишь, и вот, например, печку я вытираю вообще, то есть без всяких средств. Просто я ее намочила, вытерла все, стол там, подоконник, все вытираю. И она стирается как ластик просто, уменьшается, и все. Она очень удобная, чтобы не разводить грязь. Также в фикс прайсе я купила обычные вот такие вот салфеточки, мне они нравятся, потому что они становятся очень мягенькими, еще они разноцветные, не люблю все одного цвета. Каждый раз разное настроение. И также в фикс прайсе я купила вот такую вот интересную кружечку, лав изы, смотрите. У меня есть такие микки маусы, микки и мини, и вот такое. Здесь написано, любовь, это понимать друг друга с полуслова. Я как раз таки это выбрала, потому что мы с моим любимым, как мне кажется, понимаем друг друга с полуслова. Вот, это такая кружечка, которая нас охарактеризовывает. Вот, мне она очень нравится. Вообще я люблю прозрачную посуду, увидеть, что там находится, какого цвета. Итак, в фикс прайсе все. Из косметики себе вот такой вот мини. Люблю все такое маленькое, но чтобы там было много всего. И такой вот лак для волос, 4, сверхсильная фиксация. Вот, в Ашане купила недорого, по-моему, там около 100 рублей. И девочке купила вот такое кокосовое масло. Я о нем уже рассказывала в каком-то видео. Мне очень нравится его запах. Он просто нереальный. Я каждый раз смажусь, когда прям вот мажешься и хочется сказать, боже, какой запах. Ну как же он пахнет. Прям невероятный аромат. Хотя у меня кокосовое масло уже было, и оно до сих пор еще стоит, немного закончилось. Там совершенно другой запах. Я его покупала в Индии. А, кстати, это масло я тоже покупала в индийском ресторане, хотела сказать. В индийском магазине в Ростове. Но оно пахнет совсем по-другому. Может быть, потому что оно свежее. Так что я рекомендую. Нерафинированное масло холодного аджима. Масло кокосовое. Также в интернете, короче, смотрю, ходят в очках. Сейчас так очень модно ходить в очках таких, которые не увеличивают ничего, да, не уменьшают. А просто красивые очки с прозрачными стеклами. В общем, пошла по магазинам. Начала узнавать, ну, вообще, цены, да. Потому что мне ходить в них я очки не люблю. То есть мне, может быть, пару раз отснять видео в этих очках, чтобы смотреть на себя на память, там, да, или фотки поделать. Я, короче, такая смотрю, смотрю, ну, минимальная цена за очки вот такие, там, 500 рублей. То это на каком-то там рынке, понимаете. Я думаю, да, блин, что я посмотрю на ebay, что сколько стоит. Смотрю, там, 63 рубля. Ну, в общем, до 100 рублей, это огромный выбор. В общем, я заказала себе двое очков. И какого было мое удивление, пришли мне одни очки. Без стекол. И, походу, они детские. Походу, они детские, потому что они немножко маленькие у меня. Какие-то они вообще маленькие, непонятные. Хотя что-то есть с них, да. Можно будет видюшечку снять. В общем, они стоят где-то 50-60 рублей. Но то, что они без стекол, вы понимаете, да, что это. Я не знаю, для чего так видно, не видно, они вообще без стекол. В общем, я вообще думаю, что это за бред. Просто выкинула, считай, эти деньги, да. Не увидела вообще. Ну, похоже очень на детские. И вторые пришли вот такие, уже со стеклами. Но они пришли с браком. Вот здесь какая-то херня. Вот. Так, у меня уже тут все заляпано, я вас плохо вижу. Вот такие вот пришли очки. Ну, тоже, это вообще не мой фасон какой-то такой, не мой дизайн. Пластмасса очень вообще. То есть, еще если на ней какой-то брак, вы понимаете, да, то я могу ослепнуть. Мне у них вообще ходить нельзя. Короче, наверное, я пойду на тот рынок и куплю за 500 рублячки. Они просто еще были не с обычными, почему я еще не покупала их, да. Они были не с обычными стеклами, а с таким переливающимися, типа антиотбус какой-то или еще что-то. Но я просто не хотела, чтобы на видео были переливающиеся какие-то моменты. Короче, еще раз убеждаюсь в том, что вот что-то можно заказывать в интернет-магазинах, а что-то нет. У меня, кстати, скоро я заказала в одном магазине очень много там одежды. Посмотрим, что придет, будем с вами разглядывать. И последнее, чем я хочу с вами поделиться, это обувь, которую я себе купила. Она у нас, как это называется, перфорированные, вот такие вот кроссовочки. Они уже идут на лето, на весна, лето, то есть они вообще дышащие. Они кожаные, что мне очень нравится, потому что я облазила весь Ростов. И кожа, вы знаете, такая очень дорогая сейчас, ну, найти, да, очень сложная. Я нашла интересный магазин, называется он Эль Марше. Это у них своя, как бы, на заводе, там своя фабрика, как я поняла, они отшивают все это. Мне очень нравится их дизайн, то есть мне нравится их окраска. Вот, мне нравится расцветка, текстура и вообще, вот как они так сделаны, очень стильно, очень классно. Вот похожие, когда я ходила, там, что-то у нас, ривали там и так далее, да. Не очень мне, ну, как бы, цены, цены космические вообще, за 20 тысяч, вот что-то подобное, это 20 тысяч. А я купила совсем недорого. Но хочу сказать, что я купила их последний, и в Ростове магазин такой только один. Поэтому я не буду говорить вам, сколько они стоят, и что за магазин. Ну, вы можете в интернете посмотреть Эль Марше и увидеть там. Может быть, в интернете, может быть, заказать их можно как-то, если кому-то понравилось. Там еще были другие расцветки, были беленькие. Я еще беленькие сначала хотела, но беленьких не было размеров уже. И еще из вещей я купила себе вот такую вот интересную кофточку. Я ее купила вообще на распродаже, то есть она вообще чуть-чуть недорого стоит. Но у нее такое очень интересное, она, знаете, она как платье. Во-первых, она длинная, свободненькая. Как я понимаю, она не будет особо мяться у меня, хотя чуть-чуть помялась. И сзади вот у нее такая открытая спина, как это показать. Вот это спина, да, у нас идет, вот она спиночка. И вот такая вот цепочка. В общем, на лето, хотя черный цвет, но там других цветов не было. Но что-то такое интересное, может быть, как бы на вечер, да? В общем, мне понравилась. Вот понравилась эта розочка, потому что она свободная и такая легкая какая-то, и такая прям вся такая сексуальная. Это и все. Совсем немного покупочек у меня. И как вы заметили, я в футболке. Смотрите, с моим логотипом. Селена Свеи. То, что вы можете видеть всегда на заставке к видео. Эти футболочки, я сделала их несколько штук. Сделала для конкурса. У меня потихонечку-потихонечку набираются подписчики. И скоро уже совсем будет тысяча. Я, как и обещала, я проведу конкурс всем победителям. Я хочу, чтобы там было три победителя. Ну, в общем, посмотрим, да? Будут такие футболочки от меня. И я хочу сделать бьюти-коробочку для каждого со своими какими-то любимыми средствами, на которых вот я как бы делаю акцент. И хочу с вами поделиться кусочком вот себя как бы, да? Поэтому подписывайтесь, кто еще не подписан. Будете участвовать в конкурсе. Я очень хочу осчастливить счастливцев. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Не упустите новые видео, конкурсы. А с вами была я, Селена Своей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok